В Свердловской области тонны взрывчатки оказались фактически бесхозными. Одно из самых крупных предприятий по производству взрывоопасных веществ в регионе прекратило свою работу. Заброшенный завод никак не охраняется. И теперь местные жители просто боятся, что в один момент могут взлететь на воздух. Репортаж Сергея Цуцкина. Это территория завода по производству взрывчатки, некогда особо охраняемый объект. Сейчас это заброшенная территория, а вот те желтые брикеты за моей спиной, как утверждают бывшие сотрудники предприятия, мощнейшая взрывчатка. Местные жители рассказывают, ее здесь могут быть десятки тонн. Фотографии один из красноуральцев сделал в заброшенных цехах несколько дней назад. Среди развалин десятки емкостей с химическими веществами и расфасованный тротил. Причем ящики наполовину пусты. Тот, кто знает местные тропы, мог вынести отсюда любое количество взрывчатки. На тропе, которая ведет к заводу, лежат остатки мешков. Местные жители говорят, что именно в таких и хранилась взрывчатка. Их могли сюда принести, чтобы здесь перегрузить опасное вещество в более удобные сумки. Крупный оборонный завод в 2011-м перешел в частные руки. В прошлом году от красноуральской взрывчатки отказался последний заказчик. Наталья Севастьянова работала на производстве до последнего дня. Она видела, как конвейер остановили в один момент. Вопреки всем инструкциям и технике безопасности. Цырье кончилось, кнопку выключили. Все, никакой очистки, ничего мы не делали. В небольшом городе это было одно из крупнейших предприятий. Без работы остались сотни человек. А теперь они боятся, что в любую минуту могут взлететь на воздух. Там сейчас брошено без присмотра десятки тонн тротила. Допуск, которым любой может пройти туда. Любой прохожий может пройти эти тротилы в доступе. Взять, поджечь, просто захотелось по игру. Сейчас нанятые руководством завода новые сотрудники распиливают оборудование на металлолом. На прошлой неделе эти работы стали причиной пожара. Город окутал едкий желтый дым. Люди боятся, что если и не взлетят на воздух, то могут оказаться в центре крупной экологической катастрофы. Выброс вот этой кислоты, оранжевое это облако, нас очень, конечно, это последняя капля. Мы просим просто помогите. А все руководства говорят, что экологической катастрофы нет. А как нет-то? Чем дышать? Воду какую пить? Вы можете себе представить, что сейчас вот начнется бурная таянь и все идет в нашу воду? Но даже после пожара охрана на заводе не появилась. При том, что такие опасные производства обычно тщательно контролируются. И каждый грамм взрывчатки должен быть на строжайшем учете. В областном ГУВД сообщили, что их сотрудники обнаружили в цехах минимум 500 килограмм взрывчатого вещества и задержали троих рабочих для выяснения личности. Прокуратура начала проверку. Было проведено комплексное обследование всей территории, на которой располагается предприятие. Проводится анализ, будут собраны все сведения и дана конкретная оценка деятельности предприятия, в том числе соблюдение требований промышленной безопасности. Собственник завода сейчас контактов с журналистами избегает. На охрану взрывоопасной территории сегодня встали сотрудники полиции.